Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Шепот любви. Мраморная группа Бродского. Шепот любви одна из последних работ нашего известного скульптора Бродского. Бродский родился в 1826 году в Волынской губернии. Своё художественное образование он получил в Петербургской академии художеств, где работал под руководством Виталий. В 1849 году на академической выставке появилась его копия с группы Лаакона. За границу Бродский отправился на собственный счёт, но вскоре был удостоен пансионом на 4 года по особому ходатайству тогдашнего президента академии великой княгини Марии Николаевны. Поселившись окончательно за границей, Бродский живёт в Риме около 30 лет и с 1870 года почти совершенно не появляется на выставках. В течение своей продолжительной художественной деятельности Бродский исполнил множество произведений из мрамора и бронзы, до 30 монументов, статуи и группы до 65 бюстов и медальон. Из группы статуи его работы особенно внимание заслуживает спаситель, благословляющий мир, зефир, качающийся на ветке мраморный камелёк и прочие. Произведение Бродского отличается замечательным художественным вкусом, классической правильностью формы и выразительностью. Шёпот любви – одна из лучших групп Бродского, даёт вполне наглядное понятие об его замечательном таланте, в котором так счастливо соединились классическая красота форм современной грации. Подобно Тане и Берлейна, здесь дело касается любовного признания. Мальчик Амур, на спине которого уже вырастают маленькие крылышки, держа несколько стрел в левой своей рученьке. Подошёл к богине любви, что-то ей нашёптывает. Богиня уселась и наклонила голову к Амуру. Она приставила палец его губам, как бы повелевая Амуру не слишком разглашать свою тайну. Её торс обнажён, а нижняя часть тела и ноги задрапированы в античном стиле. Прекрасная головка улыбающейся богини чрезвычайно выразительна. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok